Дарова всем ребята, меня зовут Кент АПК и прямо сегодня я заказал тренера по стендов 2 для нашего клана киборги. Хочу сначала данный видеоролик отметить, что данное видео 100% не постанова и оно действительно так и было. Я вам даже предоставлю дальше пруфы. Касаемо данного видеоролика, я действительно запарился. Если я обычно видео делал в течении 2 часов, то на это видео потратил 5 часов своей жизни. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, поставьте лайк и досмотрите это видео до конца. Ну и самое главное, подпишитесь на мой канал, тогда подобных видеороликов будет гораздо-гораздо больше. Дело было так, изначально мне написал кое-какой Антон и пишет, бро ответь, бро ответь, бро ответь, хоть прочитай. Я думаю, да кто это такой? Я ему пишу, ты кто такой? Ладно, я спать, потому что было 2 часа ночи. Потом он пишет, я глава такого-то клана, ну а точнее глава клана Лем. Также я топ-1 тренер по мнению комьюнити стендов. Он говорит, давай я буду развивать ваш клан и двигать его в киберспорт. Когда он написал слово киберспорт через пробел, меня это уже, ну как минимум насторожило, потому что киберспорт пишется слитно. Далее мы пообщались с этим Антоном, я ему говорю, ну слушай, было бы прикольно, можем даже снять с тобой видео, типа нанял тренера для команды. Ну по сути, это видео вы и смотрите. Но потом, что вышло из этого видео, я немножко не ожидал. Вначале я думал, что все будет совершенно по-другому. Далее спустя 20 минут нашего разговора, вот этот персонаж мне пишет. Хорошо, я буду лидером клана или Сео? Сео это типа совладельцем клана. Я такой думаю, чего? Какой лидер? Мы с тобой полчаса общаемся в ВК. Ну мы в общем договорились с ним завтра встретиться в Дискорде. Ну а что было завтра, прямо сейчас вы это увидите. Также данный Антон сказал, что он состоял в клане Сейнс. Но правда потом оказалось, что в Сейнс он был всего лишь 20 минут. На следующий день... Вначале хочу уточнить, что это видео 100% не постанова. Я даже пересылал все эти переписки моим модераторам Гордееву и Максим Плею. Можете у них спросить лично, они вам предоставят пруфы. Ну что же, вот мы все зашли в Дискор, там нас сидит человек 6, наверное. И я ему говорю, давай изначально с тобой дуэль 1 на 1. Потому что я должен понимать, что это за тренер, что это за человек, который тренирует нашу команду. И такой вообще вопросик, а какие у вас обычные цены? Сколько вот стоит обычная тренировка? Смотрите, это... У меня вот... Я тренировал Проникса, знаете Проникса такого игрока? Ну да, 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 да. Но я его тренировал за пиар. За пиар. А вот так обычно сколько стоит? Так обычно неделя 450. Ну я могу вам бесплатно. Мне просто интересно проверить, насколько хорошо тренер играет. И сразу говорите о моих ошибках, хорошо? Угу. Так, ну что же, тренер, играем тогда только А? Тогда что? Посмотрим, насколько я нуб, правильно? Проверим прям сейчас. Угу. Так, Антон, расскажи, пожалуйста, себе, как давно ты тренер? Я уже как... Год. То есть ты тренировал Проникса, еще кого тренировал? Команды там разные. Как Elite Snipers. Кто это? Такая легенда, легенда. О-хо-хо-хо. Так, тренер. Нормально, нормально, нормально. Сразу говори о моих ошибках, тренер. Ну я сейчас... Е-е-е. Замочил пуля. Так, ну что же, первый раунд я взял. Так, 2-0. 2-0. Не, ну просто, я думаю, не разыгрался. Сейчас все будет. Хорошо, я понял. А какие у меня ошибки? Вот самые основные мои ошибки. Это я видел АИМ. Вот, прям жестко, когда ты еще играл. Не, ну слушай, ну у меня вроде неплохой АИМ. Моя основная ошибка это АИМ. Дальше, какая у меня еще ошибка? Брэйн, брэйн. Брэйн это, типа, тактика, что ты будешь делать в игре. Ага. И у меня она отсутствует, правильно я понимаю? Угу. У меня брэйн отсутствует, да? А что у вас за клан? Он в киберсцене. У меня сейчас... Я сейчас в клане Лем. А, в клане Лем. Фух. Основные ошибки, мне кажется, вот сейчас я играю с тобой. С вами, точнее. Ну давай, на ты, наверное, да? Лучше будет. Ну пока что. Что пока что? Пока что все идеально? Ну пока что да. Фух. Фух, 8-0. Охренеть. Антон, а где камбэк? Сейчас, можно я сейчас айпада быстро зайду? Да, давай, Антон. А то я не знаю, как это не бывает, тренера проиграл 8-0. Ну, тренер не должен хорошо играть, это во-первых. Ну, не 8-0 проиграть, но бу. Я не беру на скилл, я беру на брэйн. Что делают именно? Команда, то это тимплей. Не важно у кого какой скилл. Это важно тимплей. Брать на размены там. Стоять в разных позициях. Если, вот например, двое в тёмке встанет, просто запушат их и в итоге ничего не получится. То есть, в принципе, если тренер 8-0 проигрывает, это нормально, да? Да. Ну, то есть, ну, в принципе, может быть такое, да? Далее мы с ним сыграли 3 на 3 и опять же его тройка проиграла с большим отрывом. Ребята, суть этого видео не показать, какой он плохой. Суть этого видео предостеречь вас, потому что это платная услуга. И именно вы можете за это платить деньги. Поэтому мой вам совет. Перед тем, как платить деньги за какого-либо тренера, сыграйте с ним. Посмотрите, на что он способен. Посмотрите на его команду, на его клан. Потому что может быть такое, что этот тренер будет играть в разы хуже, чем вы. Как было в моем случае. Также этот тренер постоянно прикрывался Прониксом. Естественно, я решил написать Прониксу лично и у него спросить. Привет, ты тут? А это правда, что тебя тренировал этот человек? Он сказал, что тебя тренировал целый месяц. На что мне отвечает Проникс? Нет, это ложь. Я знаю его, но он меня не тренировал. Я писал ему посмеяться с того, что он называет себя топ-1 тренером. Просто постебаться. То есть, наш тренер, оказывается, совсем не тренер, а просто человек, который решил пропиариться на имени клана Киборги. Ну, это было не очень приятно. И я решил его немножко порофлить. Сейчас вы все это прослушаете. Тренер, а где вот это ковры на Синстоуне? Ковры? Да. Ну, я могу вам примерно сказать, где ковры. Типа, между какими картами. В Синстоуне ковры вы... Сейчас. Вы забыли? Алло. Так, возьмите себя в руки, там, идите, делайте хоть что-то. Ну, играйте в командный, тренируйтесь за им. И не надо вот на дизмораль. Тик-так постоянно дизморалиться и бомбит? Это ж неправильно, тренер. Это, я знаю, то, что он делает для контента. Это 100%. Да не, он уже, честно говоря, проходил обследование психбольницы. Только это между нами. Это мой рофл. Я знаю. Ну, ладно, это рофл. Не, ну, например, 8-0 я вас выиграл. Это рап или не рап? Да, рап. Рап? А вы не думали себя попробовать потренировать немножко? Нет. Ну, что же, ребятки, в принципе, на этом все. Я вам показал всю суть этого тренера. Я не скажу, что он плохой, но если ваш уровень хотя бы чуть-чуть выше начального, то он вам просто-напросто не нужен и не тратьте деньги. Если вам понравился подобный формат, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Кентапака и напишите любой хороший позитивный комментарий.